Проект Публичного центра правовой информации Центра активных людей стартовал весной прошлого года. Работа ввелась по трем направлениям. Школа социальной активности, школа полезных дел и клуб 50+. Сегодня действие проекта завершено. Подведение итогов и поиск новых путей в развитии волонтерства в городе прошло в формате круглого стола. Участников внимательно выслушали Мария Грибановская и Евгений Яшин. Круглый стол волонтерства в Манчегорске – завершающее мероприятие проекта Центр активных людей. Возникновению центра помог конкурс социатив благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Благодаря программе «Мир новых возможностей» в первую очередь в городе развивается волонтерство, потому что появляются новые проекты, появляются в проектах новые люди, появляются новые общественные активисты. Ну, надо сказать, что, конечно, большую роль сыграли и всероссийские какие-то большие волонтерские акции, и Олимпиада в Сочи, в которой присутствовали наши манчегорцы. И сейчас вот проходят военные игры, в котором также участвуют в качестве судей волонтеры, волонтерская команда из Манчегорска. Все это как бы сподвигает к тому, что у нас уже тоже должна быть четкая и ясная картина, куда нам двигать волонтерство в городе Манчегорске. Благотворительная программа «Норникеля» дала жизнь многим нужным для города проектам. В Манчегорске появились новые спортивные площадки, творческие мастерские, были изданы важные исторические труды. У компании есть и своя большая программа корпоративного волонтерства – комбинат «Добра». У нас несколько направлений – это и экологическое волонтерство, и помощь детским домам, и людям с ограниченными возможностями. Мы и в Манчегорске занимаемся волонтерством, и в Печенском районе с полярным «Орникель». Волонтер – это такое понятие широкое. В основном это люди с активной жизненной позицией, которые понимают, что у них есть свободное время и желание сделать что-то хорошее в своем городе. Спикерами встречи стали представители администрации, градообразующего предприятия и различных учреждений города. Участники «Круглого стола» поделились опытом взаимодействия с волонтерами, способами их привлечения, возможностями работы в волонтерских программах и других инициативах. Во всех массовых мероприятиях мы участвуем, наши детки, которые именно занимают статус волонтеров, ходят в этот клуб. Быть может, все помните, это флешмобы у лося на площади у лося, флешмоб невест. Все это организовал как раз наш клуб. Наши учреждения привлекают достаточно много молодежи, учащихся в образовательных учреждениях города и организаций общественных учреждений муниципалитета к волонтерству. За 2016 год посредством помощи волонтеров были предоставлены услуги населению города. 1273 человека получили такие услуги. Наша целевая группа очень многообразна, и для каждого желающего помочь мы найдем, чем он может заняться в нашей деятельности с целью обслуживания. Итогом круглого стола стало решение создать рабочую группу для подготовки проекта «Общественная школа волонтеров». В середине марта участники соберутся на первый тренинг по волонтерству, который проведет индивидуальный предприниматель Мончегорска и волонтер с большим стажем Ольга Журба. Продолжение следует...